Раннее утро, я снова в походах, блин. Меня это задолбало уже. Короче, сходила я в больницу, вернее нет, в бассейн сходила. Хотела ходить на плавание, просто для себя. Что в итоге? Нужно обойти терапевта и кожвен. Я не могу это сделать, потому что нет воронежской прописки. У меня регистрация другой области. Я пришла в больницу, в платные услуги обратилась. И терапевт у них бесплатно, кожвен 69 рублей стоит. В этой больнице я не могу обойти терапевта, потому что он идёт бесплатный. Его можно обойти только с полисом. Как меня это достало, честно. Получила паспорт уже, всё, регистрация есть, блин. Но нет, всё не устраивает, всё не так. Я полис не могу здесь оформить, потому что у меня нет воронежской регистрации, прописки. Там, где я зарегистрирована, я не сделала полис, потому что думала, можно сделать его здесь, даже с любой пропиской. Но, как оказалось, нет. Ой, короче, я устала уже бегать каждый день. Не пойми зачем, не пойми почему. С этими тупыми больницами. Короче, даже платно не могу ничего обойти. Но это, по крайней мере, в этой больнице. Я сейчас в интернете буду штудировать, где можно обойти платно и терапевта, и дерматолога. Именно нормально платно. Того и другого. Если не найду, то, конечно, честно, проблем не поубавилось с получением паспорта. Если у меня нет жилья своего и нет возможности прописаться или зарегистрироваться на данный момент в Воронеже, то получается, блин, живите как хотите. Даже платные услуги не предоставляются почему-то, блин, гражданам, которые из других областей. Что за бред? Я вообще такое первый раз слышу. Там, где мы раньше обходили комиссию на РВП, на соотечественники. Я, может быть, туда съезжу, узнаю. Ну, короче, это головняк. Чтобы сходить четыре раза в месяц в бассейн, это головняк, я считаю. Не должно быть такого. Всё как-то через жопу, всё как-то по-дебильному. И, честно, это уже достало. Просто достало. Хочется жить нормально. Думаешь, блин, получил паспорт, буду жить теперь нормально. Да хрена с два. Я такая сейчас нервно-больная. Это ужас просто. Я сама себя, блин, бешу. Нужно успокоиться. Нужно порадоваться погодке. Сегодня такая же погода, как и вчера, только морозец есть. Небольшой чувствуется. Но всё равно классно. Ветра нет. Ну, наконец-то. Одно дело сделала. Сделала всё-таки это прикрепление долбанное. Повезло. Не было сегодня этого врача, которому мне нужно было. И заведующая сказала, я буду принимать половину его посетителей. Поэтому я сразу к ней пошла и всё сделала. Потому что и от неё подпись мне нужна была, и от этого врача. Короче, повезло вообще. Хоть где-то плюсы. В регистратуре тоже всё быстро сделали. Хотя меня напугали. Нужны ксерокопии какие-то. Но нет. Всё нормально. Так что счастливая, довольная. Хоть что-то сегодня сделала полезное. Иду в магазик за фруктами, которые мы будем есть вечером. И, блин, рука замёрзла. И потом домой. Куда ещё? Я уже задолбалась бегать сегодня. Блин, мне нужно ещё купить горшок для алоэ. И нужна бутылка такая с узким горлышком, красивая. И вместо чопика туда, вместо крышки, нужна кукурузка маленькая. Вот я не знаю, где это всё мне найти. Я была в фикс-прайсе недавно, но ничего такого не нашла. Может быть, меня кто смотрит из Воронежа, подскажите, если вы знаете, где такие штуки всякие интересные продают. Сейчас намного холоднее, чем было днём. Сейчас уже, наверное, часа четыре, а то и пять вечера. Я ещё и в тупсик хочу, поэтому мне вдвойне холодно. Потомки в Англии наведывались. Сходила я сегодня... О, Господи! Сходила в больницу. Что вы думаете? Раз так не получается, то липовая справка действует, понимаете? Делаешь липовую справку. Ну, как липовую. Платно, по блату, как это назвать, я не знаю, просто знакомые могут это сделать. Мне интересно, есть ли смысл вообще вот этого всего, что они делают. Я пока записывала видео, ко мне подошёл молодой человек. Ну, как молодой? Неважно, короче. Подошёл и попросил позвонить с моего телефона. Я, короче, помню времена, когда так телефоны отжимали, поэтому отказала ему, причём два раза, как в песне. Ты отказала мне два раза. Теперь как-то думаю, а если действительно человеку очень срочно нужно было. Короче, блин. Как вы думаете, зря я так сделала или не зря? Он как-то так подозрительно просто шёл на меня, смотрел всё время, когда я снимала, а потом решил подойти, попросить у меня с моего телефона позвонить. Может быть, я со стороны на лохушку какую-то похожа, которую нужно одурачить, не знаю. А может, у человека реально были проблемы какие-то, ему срочно нужно позвонить. Люди, вот не были бы вы злыми, блин, было бы проще намного в жизни. А так как некоторые бывают просто как жопы, поэтому вот такое отношение даже к нормальным людям. Нет доверия? Нет. А я говорила о том, что есть ли смысл того, что делают в больницах, да, требуют полис обязательный, потом, что там, нужно обязательно быть зарегистрированным, либо прописанным именно в той области, где вы хотите пройти лечение, либо наблюдаться у какого-то врача. Хотя я в интернете читала, что больница обязана просто предоставить лечение человеку, который иногородний, или с другой области, с другого города, неважно. Просто за это взимаются деньги и всё. А я сейчас иду в магнит-косметик, хочу просто пошариться, так как все дела сделала, сходила ещё на почту, побывала в этом аду, блин. Помните, я как-то говорила, что всё, закончилась эта эпопея ходьбы на почту, но нет. Теперь уже всё пришло в норму, и мы можем оплачивать счета, поэтому пришлось. Я сейчас собираюсь в кино, опять бегом, и вот не знаю, мыть мне голову или нет. Волосы у меня, в принципе, то чистые, но так как я легла спать с мокрыми волосами, то, соответственно, у меня всё висит, как не пойми что. Я хочу заново помыть голову, либо хотя бы просто намочить и высушить, потому что так идти в кино — это неподобающе. Это он такие звуки издаёт, не я. Я сегодня посмотрела фильм, который выпал мне в рекомендациях на сайте, на котором я люблю чаще всего смотреть фильмы, который попадается мне чаще в боисковике. Так вот, в рекомендациях я наткнулась на фильм «Дневник Анны Франк». Я знаю, есть книга именно про дневник Анны Франк, и хотелось бы очень её прочесть, потому что, говорят, в книге описывается то, что не показали именно в фильме. Ну, как это обычно и бывает. Фильм меня очень впечатлил, потому что это война и что-то подобное. Я не скажу, что точь-в-точь, не скажу, что где-то что-то похоже, но эмоции я испытывала те же. И на протяжении этого фильма просто прочувствовала это всё заново, очень даже плакала. Моменты, когда их нашли, это просто вообще, не знаю, такое вот, знаете, состояние, как будто это всё с тобой происходит. Я советую всем посмотреть этот фильм, потому что он классный. Он больше основан, конечно, на хорошей съёмке, каких-то таких красивых моментах, крутых моментах где-то, на рассуждениях, на лирике какой-то, наверное. Но так как этот фильм основан на реальных событиях и снят по дневнику Анны Франк, то это не может оставлять вообще никого безразличным. К просмотру очень советую, но не думайте, что вы останетесь очень в приподнётом настроении. После этого фильма у меня ещё минут 15, наверное, был такой ступор, какое-то такое состояние размышления, наверное. Но фильм мне очень понравился. Я очень довольна, что я его посмотрела. Кто читал книгу, кто смотрел данный фильм, напишите свои какие-то впечатления, свой отзыв. А, я побежала одеваться. Блин, я опаздываю. На месте! Так как я пришла рано, зашла в супермаркет, купила пудру. Буду бейкинг пробовать. Интересно вам это будет или нет? Спасибо за просмотр!